Восстановление объектов Восстановление многоэтажных домов На сегодняшний день программа утверждена. Буквально в конце этого месяца ожидаем большую поставку материалов именно под восстановление многоэтажных жилых домов. Сегодня они восстанавливаются, но восстанавливаются в основном силами ЖЭКов, силами жильцов, ну и при помощи материалов, которые благотворительно поставляют нам различные спонсоры, в том числе Российская Федерация. А что касается основной программы и раскрутки этой работы, мы ожидаем, что он начнется в конце этого месяца по многоэтажному жилью. Что касается частного сектора, здесь зафиксировано колоссальное количество разрушений. Около 1300 домов не подлежат восстановлению. Ввиду этого Министерство строительства ЖКХ запустило пилотный проект. Это строительство новых частных домов взамен полностью разрушенных. На первом этапе выбрано у нас 111 домов. Это в таких городах, как максимально пострадали, это Углегорск, это Иловайск, это Зугресск, это Шахтерск и это Дебальцево. По этим городам выбран 111 домов полностью разрушенных, и это как пилотный проект будет запускаться. Планируем в течение двух-трех месяцев на этих местах, где были зарушены дома, построить новые дома. На сегодня проекты разработаны, они типовые, под них уже посчитаны материалы и выделено финансирование. Материалы начинают поступать опять-таки на следующей неделе. Сейчас формируется комиссия, которая подберет подрядные организации для выполнения этих работ, и со следующей недели начнутся работы. Где-то к концу ноября мы планируем первые 111 домов сдать. Как только дома будут сданы, будет следующий этап восстановления и будет следующая партия домов, которая будет строиться. Ремонтные работы частного сектора будут задействоваться через городские администрации, которые будут распределять материалы по адресам домов, имеющих различной степени разрушения. На эти работы на сегодняшний день не планируется подрядная организация. Выполняться работы будут силами жильцов, силами волонтеров, ну и различных благотворительных организаций. Также проработаны несколько программ по подготовке к зиме. Ну как мы знаем, что сейчас, к сожалению, платежеспособность жителей невысокая, и поэтому платежи в бюджет довольно небольшие за полученные услуги. Поэтому для того, чтобы это компенсировать, была отдельно проработана программа, и под недостающие финансовые средства нам Российская Федерация оказывает благотворительную помощь в качестве поставки различных реагентов. Это для обработки воды, ну, хлоросодержащие вещества, перманглоткали и так далее. То есть то, что необходимо для подготовки воды и тепла. Помимо всего прочего, Александр Коваленко предоставил сборник по ценообразованию, касаемое строительства. Всегда обычно во всех государствах есть такой сборничек по ценообразованию, вот могу продемонстрировать. То есть такой сборник уже существует и у нас в Донецкой Народной Республике, он уже запущен. Это уже второй экземпляр, сейчас готовится к выпуску третий экземпляр. То есть ежемесячно все, что связано со строительством, все, что связано с налогообложением в строительстве, и все вопросы строительные вот в этом сборнике освещены. То есть он выходит, его можно приобрести. Ну и оттуда почернуть информацию оперативную в области строительства на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин